Добрый день, в эфире программа «Парадокс». Я ведущий Степан Демура. Телефон студии 6510996, Кутгорда 495. Звоните, задавайте вопросы. Сегодня мы поговорим о доблестных таможенниках россиянских. Я не знаю, я с ними сталкивался как и физлицо, как и юрлицо. И кроме нецензурных выражений, потерянного времени и, скажем так, представления о том, что это не более чем пылесос в частный карман для высасывания денег из бизнеса и частных лиц, у меня, честно говоря, ничего больше впечатлений не осталось. Ну вот, наша доблестная таможня. Причем, понимаете, есть с чем сравнивать. Например, в Штатах, в Канаде, да в той же Польше, которую мы так смотрим с высока, проблем с таможней нет. Хочешь что-то откуда-то ввести, пожалуйста, вводи, потом тебе придет по почте квитанция на оплату таможенных сборов оплатила и без проблем. Вообще, у них почему-то на таможне никаких очередей нет и унизительных процедур, с которыми сталкиваешься на российской таможне, там тоже нет. Ну там, понимаете, все гниют, давно уже все сгнило, сгнивающий капитализм. А у нас вот прогрессивная, суверенная демократия, право государства, такой беспредел творится. Но, тем не менее, наши таможенники, судя по всему, пошли еще дальше. Им нужно еще больше денег. И с 14 августа они откажутся от книжек международных дорожных перевозок, так называемый TIR. Что, кстати, противоречит таможенной конвенции ООН. И предлог следующий оказывается, что российская ассоциация международных перевозчиков задолжала таможенникам 20 миллиардов рублей. На самом деле, ассоциация предъявила бумажки, где задолженность составляет всего 11,5 миллионов, а не миллиардов рублей. И теперь, значит, все нужно будет платить значительно больше. Если вот книжечка TIR стоила в районе 70-100 долларов, то теперь придется пользоваться услугами в ГУП, который, разумеется, филирован с ФТС. Растек, там цены чуть повыше. Там буквально от 30 до 60 тысяч рублей. На перевозку на внутренний таможенный пункт. А к чему это все, к чему это приведет и какие новые сюрпризы ждать российскому бизнесу, мы обсудим сегодня с Леонидом Шляпниковым, генеральным директором софтрансавтоэкспедиции. Добрый день, Леонид. Добрый день. Может, я что-то не так сказал? Да нет, все, в общем-то, верно. Все коротко и ясно изложили ситуацию. Действительно, в соответствии с письмом от 4 июля 2013 года, с 14 августа вводится новый порядок обеспечения гарантий по международным перевозкам. И, соответственно, меняется сам процесс по приобретению гарантий по международному перевозку в России. И становится дороже, да? Ну, это, безусловно, будет дороже. На сегодняшний день Корнет, как вы сказали, тир стоит порядка 60 евро, да, там, 2500-3000 рублей. Мы наблюдаем за процессом, в общем-то, видели уже даже расценки какие-то на сайте Ростека. Они появились, потом исчезли. Чтобы не пугать из-за раннего. Но, кроме иронии, здесь как бы есть сама предметная ситуация. На самом деле ситуация такова, что никто не знает, что будет после 14, что будет с 14 числа. Потому что формат цен, это же рынок, мы работаем на достаточно конкурентном рынке, пытаемся на нем деньги зарабатывать. Вот, соответственно, исходя из того, какие будут расценки и как их будет воспринимать субъекты экономической деятельности, такой же будет спрос на услуги российских перевозчиков. А иностранные перевозчики не подпадают под новые правила? Подпадают все. Все. Ну, тогда у нас же ведь практически рынка-то нет. Да, у нас есть таможня. Она сказала, плати 10 тысяч. Будешь платить 10 тысяч, по-любому. Ну, здесь действительно ситуация такова, что вопрос обсуждается на самом деле национального формата. Наверное, все-таки не таможенная служба определяет политику страны в отношении глобализации, вступления в ее место страны в мировой экономике, в европейской экономике. Вот, но решение, скорее всего, вступит в силу. У меня, например, нет сомнений, что оно вступит в силу, хотя есть мнение, что это будет не так. Я думаю, что надо ожидать обратных мер в Европе по отношению к нам. У нас и так масса проблем объективных по работе на европейском рынке. Это и парк на сегодняшний день, отвечающий современным стандартам во многом. И, в общем-то, конкуренция со стороны Восточной Европы, поляков и прибалтов. Ну, теперь, если мы добавим еще дополнительные процедуры и, возможно, платежи на промежуточных переходах и досмотрах дополнительных таможен, я думаю, что мало кто будет пользоваться услугами российских перевозчиков. То есть, получается, что увеличится и стоимость перевозки, и время в пути? Ну, я не знаю, насколько это точно будет иметь, то есть, какова будет выглядеть процедура обратная. Но, во-первых, каждая ассоциация в каждой стране и, в общем-то, власти в стране примут какие-то ответные меры. То есть, через те страны, через которые вы следуете до пункта загрузки, например, если это импортная перевозка или экспортная. Соответственно, когда вы везете груз, у вас будут возникать дополнительные платежи и дополнительные процедуры по досмотру. Уже со стороны европейцев? Со стороны европейцев, да. Ну, а поскольку все мы видели карту Европы, да, соответственно, Польша, Прибалтика – это транзитные страны. Кстати, с нашими друзьями из Таможенного союза тоже все не ясно, потому что Ростек начинается от границы Российской Федерации. Есть еще Белоруссия как транзитная страна. И, соответственно, ситуация с Белотамож-сервисом, например, да, у которого тоже продают свои услуги и гарантируют международные перевозки. То есть, гарантии Белотамож-сервиса, видимо, будут действовать до границы с Российской Федерацией. Ну, тоже это еще один путь гармонизации с нашими соседями. Понятно. Ну, а вообще из-за чего началось вот это вот телодвижение у таможенников, как вы считаете? Вы знаете, мы привыкли к тому, что наша страна идет своим путем. То есть, есть процессы глобализации, мы двигаемся по собственному пути. В общем-то, если смотреть на логику господ из таможни, да, из ФТС, то они выполняются, они стоят на защите интересов государства, собирают таможенные пошлины, их задача делать это максимально эффективно. В связи с тем, что у нас у бюджета есть определенные трудности в этом году, я думаю, что они будут небольшие, но в следующем так же. Это одна из, наверное, показательных компаний направленных. Просто по наполнению бюджета? Я думаю, да, потому что с одной стороны, да. С другой стороны, я не берусь рассуждать, потому что наша задача зарабатывать деньги и грузы возить, да. Но если мы говорим о Растеке, о СМАПе, ну, понятно, что есть у кого-то какие-то интересы, у ФТС есть свои интересы. Там идет, соответственно, определенная борьба, наверное, за контроль над... Денежным потоком. Ну, над международными перевозками и, соответственно, гарантиями. Нет, просто ведь, если они хотят пополнить бюджет, ну, вот смотрите, у нас же произошла, прошла реформа, как всегда, рыночных преобразований в таможенном обслуживании, да. И что получилось? Да, у нас есть таможенные пункты. Если вы сами попробуете, как, например, юрлицо, что-то оформить, ну, забудьте об этом, да. Всегда появится какая-то прокладка, не подрядчик, а фирма, которая почему-то всегда аффилирована с таможенниками, которая там, ну, сколько сейчас стоит уже, тысяча долларов, тысяча евро фура растаможить или две. Ну, это вы называете такой, в средней цене, порядка 30 тысяч рублей. Ну, вот 30 тысяч рублей, растаможить фуру, все нормально вам, все растаможить, у меня вопрос. А, собственно говоря, почему эти деньги не идут в бюджет, почему не идут фирмам, которые аффилированы с таможенниками, а у нас рыночные условия, да, так что получается? Вот что-то это они не прикроют, а вот вводить новые таможенные какие-то платежи непонятные, это вот у нас всегда, пожалуйста. Ну, здесь можно рассуждать на эту тему, действительно, система достаточно интересная в стране действует, да, есть различные субъекты, типы различных этих субъектов, есть, там, владельцы СВХ, там, таможня, брокеры, таможенные представители, все эти субъекты, они работают на этом рынке, да, на внешнеэкономической деятельности. Система, она, в принципе, на сегодняшний день устоявшаяся, и есть анонсированные программы ФТС, там, по движению границы, там, растаможки и так далее. Здесь просто вопрос в чем, конечный субъект рыночный, он... Леонид, вынужден вас прервать, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире, это программа «Парадокс». В гостях у нас Леонид Шляпников, генеральный директор софтрансавтоэкспедиции, и обсуждаем мы новый порядок предоставления гарантии на иностранные перевозки. Так я вас... Пришлось воспривать, Леонид, у меня к вам вопрос возникает. Помните, по-моему, 4-5 лет назад, когда вводились акцизные марки на алкоголь, тогда доблестные сотрудники МЭРТа и всех остальных сделали так, что в течение, по-моему, трех месяцев полки магазинов были полупустые. А вот сейчас так не получится, потому что правил новых никто не знает, будут они введены, не будут они введены, одному богу известно. Не получится ли так, что просто у нас граница будет парализована для автотранспорта? Вы абсолютно правильно рассуждаете. Будет эффект... Сейчас традиционно в конце августа, в сентябре начнется рост постепенной импорта и рост импортных перевозок. Это каждый год происходит. И поскольку участники рынка не знают, какой будет экономика, просто те суммы, которые надо будет платить за транзит, возможно, они действительно существенно скажутся на ставки. То есть это будет сумма в 500 евро, но если вы едете, допустим, в Екатеринбург или в Челябинск, это будет зависеть от расстояния, она может вырасти астрономически просто. Поэтому здесь на самом деле очень много аспектов. Что касается ЦФО центрального региона, здесь будет одна ситуация. Что касается удаленных регионов, куда привыкли люди возить и растамаживать там, в таможне назначение, там могут быть вообще концептуальные проблемы с поставками. А что значит концептуальные проблемы? Это значит, что, например, у вас есть производство, которое пользуется сырьем из Польши. Если оно расположено, к сожалению, в Екатеринбурге или Челябинске, на фуру у вас стоимость гарантии будет составлять, я не знаю, там, порядка полутора-двух тысяч евро, да, к фрахту. Ну, соответственно, на каждый ваш палет сырья там или на каждую ваш там емкость сырья вы просто добавите в себе стоимость определенную, определенную часть. Ну, и это ляжет в конечном итоге вместе со всеми допсборами, проволочками и проблемами на конечного потребителя, который купит более дорогой товар. Ну, как обычно. А перебои с поставками и с перевозками груза могут возникнуть? Ну, конечно, когда эта сумятица наступит, да, вот, и это начнет происходить, и все, и правила, то есть, здесь же как, участники на рынке, они будут стараться в новых правилах начать играть, да. Им для того, чтобы сориентироваться и правильно выстроить отношения, понадобится время. Вот в этот промежуток времени, возможно, что, как вы сказали, определенного ТНП на рынке просто не будет. Нормально. А вот просто мне интересно, вот, когда наши чиновники что-то делают, на ваш взгляд, они вообще просчитывают последствия или нет? Ну, знаете, здесь, наверное, лебедь, рак и щука, да. Да, вот я еще расскажу, есть, ведь ТИР-конвенция, да, это же, это же глобальная процедура. 56 государств 75-го года это все развивается. Вообще, речь идет о том, чтобы переходить к электронным ТИРам, в принципе, да. Вот, и вся эта, там же, вот, пусть можно зайти на сайт, да, и почитать о ТИРе, там все на русском написано. Это процедура направлена на упрощение международного таможенного транзита, транзита международных грузов. Мы идем по пути, мы пытаемся в России, да, вот, здесь навязать свои правила игры в отношении доставки. Ведь эта часть, last mile, да, это часть международного маршрута, это только его часть. Соответственно, ну, здесь наивно полагать, что если мы у себя где-то там, значит, введем дополнительные платежи, их не введут где-то в начале этого маршрута. Поэтому я считаю, что ситуация, конечно, ну, противоречит, во-первых, нашей концепции направленной. Мы вступили в ВТО, мы пытаемся быть членом глобальной экономики, современной экономики. Ну, такие действия, они, конечно, не идут на пользу гармонизации России. Ну, может, просто таможенники не в курсе, что мы в ВТО вступили, пока отдыхали, по-моему. А вот как это скажется, на ваш взгляд, на вообще распределение долей рынка? Ведь есть же маленькие транспортные компании, есть большие. И, если я не ошибаюсь, у нас сейчас принят курс на развитие малого и среднего бизнеса. Кто вылетит первым? Ну, вы знаете, здесь, конечно, у небольших предприятий запас прочности, с одной стороны, значительно меньше, да. С другой стороны, такие крупные компании, как наша, располагают несколькими другими недостатками. Здесь, в принципе, ситуация такова, что все будут в одинаковых, плохих для нас условиях. И, скажем так, здесь проблема в том, что, вот я вам так скажу, я перед нашим разговором обновил статистику, посмотрел, да. Вот просто ситуация такова, что в России всего 35 тысяч грузовиков, которые работают на международном сообщении. И из этих грузовиков очень маленькая доля – это Евро-5. Сейчас, например, я вам скажу, в Копенгагене… А в Европе разрешены только Евро-5 грузовики? Нет, есть специальные зоны, где вы не можете использовать не Евро-4, а Евро-5, например. Поэтому сейчас ситуация такова, что, во-первых, у нас и парк устарел, он маленький, да. То есть, если мы говорим о таком показателе, как количество грузовиков на тысячу человек, вот я вам просто цифру приведу. В Польше это 65 грузовиков в маленькой стране под названием Польша. В России это 37. Причем, если мы возьмем структуру по состоянию парка, как я сказал, да, то поляки – это дешевые лизинги, это Евро-5, Евро-4. В России это Евро-3, Евро-4 встречается, Евро-5 попадается очень редко, да. Поэтому мы идем к тому, то есть, мне это вообще все напоминает, вот помните, по фильму про Петра Первого и вообще наша история страны, негацианты, которые пытались прорубить окно в Европу, да. Вот мы действительно пытаемся возить эти грузы, понимаете, и мы пытаемся платить здесь зарплаты и налоги и делать это с нашими отечественными русскими людьми. Вот, но сейчас уже поляки, вот если мы сравниваем нас с поляками, мы в транзисции занимаем всего 30%. Вот, поляки просто количественно возят в два раза больше грузов, чем мы, автотранспортом. Примерно такая же ситуация с Прибалкой. И все налоги и зарплаты, разумеется, остаются в Польше. Вот, поэтому здесь одна плоскость это ФТС, но мне вообще интересно было услышать от кого-нибудь из наших государственных людей, видят ли они такой бизнес, как международные перевозки, видят ли они этот транспорт как стратегический ресурс, как поляки, например, да. Видят ли они, ну, скажем так, возможность развивать это как одно из перспективных направлений. Просто, когда речь идет о военкомате и о том, чтобы пересчитать фуры, и в случае войны они ехали и возили танки и снаряды, мы все пересчитаны, да. Когда речь идет о том, чтобы запустить хоть какую-то программу поддержки международного перевозчика, как это в Польше, да, ну, здесь пока ничего в этой области не сделано. А что поляки делают для поддержки? Субсидии, там, дешевые ставки, рейтавания, что-нибудь такое? Ну, для сравнения, лизинг у нас эффективная ставка это 18-17%, да, в Польше это может быть 2-3%. Ну, конечно, рентабельность у них значительно выше. Плюс к тому, наша активность направлена на развитие автопрома, да, местного. Ведь на международных перевозках используются дорогие грузовики с еврокабинами, с подвеской, с высокими кабинами, да, мощные. Соответственно, у нас сейчас в России собираются различные техники, но такая техника, Европять, в основном продолжает завозиться из Европы. У нас же, по-моему, только Вольва собирается, да, в Калуге из таких грузовиков? Нет, у нас и КамАЗ с Мерседесом сейчас открыл. А, КамАЗ, да, Мерседес, да, да. Вот, но здесь смысл в том, что, как я сказал, любой участник рынка, он же выбирает качество за определенные деньги, да, поэтому техника продолжает вывозиться, но соотношение цен я не берусь судить за все марки, да, я могу сказать о том, что примерно пропорция такова, что здесь грузовик стоит 100 тысяч евро, новый тягач сиденья, в Литве вы его купите за 75. А с лизинга они у них уходят через три года, да? Ну, разные есть программы, трех-пятилетние. А трехгодовалый за сколько можно взять? Ну, вы знаете, падение цены идет очень быстро, здесь примерно так же, как и с легковыми автомобилями, через год-два это 25-30-40, даже 40% падения в цене. И он еще будет ходить и ходить, в большом счете. Да, но мы не в равных условиях, и вот мне понравилось очень, кто-то из поляков выступал, они очень любят такие высказывания из польского ОСМАПа, и сказали, что давайте откроем границу, победит сильнейший. Ну, вы знаете, здесь очевидно, кто победит. Поэтому еще раз говорю, что хотелось бы, чтобы увидели нас вообще, что мы есть, что мы год за годом продолжаем. Просто здесь ситуация какая, парадокс. Больше 50% импортных грузов везется автотранспортом, везется по дороге. Посмотрите концепцию в отношении РЖД, ну, все последние действия, которые были предприняты, и вспомните хоть одну акцию, направленную на автоперевозчик. Не могу ничего вспомнить. Я могу по пальцам перечислить, что сделано вопреки нам. Ну, дороги, например. Ну, например, МКАД, он тоже вот последние там действия. Причем это же ведь привело к тому, что, грубо говоря, после 12 на МКАД нельзя теперь въехать в любой день. И до 6 утра он просто стоит из-за развязок. Ведь самое парадоксальное, вот насколько я понимаю, ведь были разумные планы, да, на первом бетонном кольце, там же есть несколько железнодорожных переездов, которые создают основные пробки, построить там мосты. И все, это бы действительно разгрузило бы бетонное кольцо. Но это не было сделано. Но я вам больше скажу, вы знаете, наверняка, что проект СКАДа должен был быть запущен уже в 13-м году. Да, 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 да. Если бы СКАД как концепция, да, как концептуальное решение было реализовано, то все эти вопросы, их бы просто не было. А почему затормозили СКАД? Денег нет? Там порядка, я сейчас могу ошибаться, но там просто астрономическая сумма на реализацию этого проекта. А, ну, у нас же дороги несколько раз дороже, правильно. Я забыл. Оставайтесь с нами, мы вернемся после короткого перерыва и продолжим наш разговор. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Леонид Шляпников, генеральный директор софтрансавтоэкспедиции. И обсуждаем мы последствия того решения Федеральной таможенной службы, которая вступит или не вступит, никто не знает, как обычно, в силу 14 августа, как для перевозчиков, так и для производителей, потребителей в стране. А вот у меня к вам такой вопрос, может быть, вы знаете цифры. Вот выручка транспортных компаний в год, какой она размер составляет? И сколько примерно рабочих мест в отрасли создано? Ну, вы знаете, здесь можно отталкиваться. Насчет выручки это очень сложный вопрос, потому что я сразу объясню. То есть мы прекрасно знаем цифры свои, по нашей группе, но ситуация такова, что перевозчики очень разные у нас в стране. Схема работы разная и объемы, соответственно, скажем, денежных потоков, выручки, они тоже могут искажать существенную картину. Я вам могу сказать, что вот соотношение у нас в компании, с учетом того, что мы очень много сделали последние 4 года, просто для того, чтобы выжить, это не потому, что мы хотим оптимизироваться или, знаете, вот последнюю вишенку бросить на торт. Здесь речь идет о том, чтобы просто было выжить в кризис, и сохранить рабочие места, и сохранить людей. Поэтому ситуация такова, что маржинальность на этом рынке, она составляет редко больше 10-12% от выручки. Если говорим о рабочих местах, созданных в отрасли, то на обслуживание одного грузовика у нас, на наших предприятиях где-то трудится 2,4-2,5 человек. Можно вот так сказать. Можем просто умножить цифров 36 тысяч грузовиков на это соотношение. Я думаю, что в отрасли трудится порядка 100 тысяч человек. А потенциальная емкость какая, там, 2-3 раза. Вы знаете, если... То есть, наверное, поэтому на вас внимания-то не обращают, поскольку социальную угрозу вы не представляете. Ну, были вы, и не стало вас. Знаете, иногда... Нет, если такой циничный подход. Подход действительно циничный. Иногда обращают все-таки, да, поэтому... И это радует, да. Но в большинстве случаев, как я сказал, мы со своими проблемами наедине. И, вы знаете, у отрасли однозначно есть потенциал для роста. Да, просто для этого надо создать условия. И могу вам сказать, что без ложной скромности, что те, скажем, те вещи, которые умеют делать наши водители без лирики, это действительно так. И то, как они работают в каких условиях, да, по отношению к Европе. И можно однозначно сказать, что если бы мы были в одинаковых условиях, мы своей коммерцией и своим подходом были бы не просто конкурентны, да, мы бы боролись на равных с поляками. Я думаю, что потенциал роста в отрасли, оценивая сегодняшнюю ситуацию с импортом, минимум в два с половиной раз. А что конкретно, скажем так, вы бы хотели, чтобы было сделано? Вы знаете, первое, что необходимо сделать, это решить вопрос с финансовыми инструментами. То есть дешевый лизинг, да? Дешевый лизинг, да. Потому что выбирая, там, рассуждать на тему, нужен ли автопром России или нет, я не буду. Он действительно нужен. И понятно, что и КАМАЗ, и остальные предприятия надо развивать. И это положительно, что мы, кстати, хорошо собираем и грузовики, и машины в стране. Собираем или производим? Собираем, собираем. Пока собираем. Это надо развивать. Просто здесь немножко несопоставимые вещи. Тот бизнес, которым мы занимаемся, он не требует построения производственных мощностей, линий. Это гибкая структура, гибкая система, которая развивается. Вот на сегодняшний день мы развиваемся, например, в соответствии с трендами. У нас за последние пять лет появилось порядка семи новых направлений, которые являются дополнительной услугой к перевозке. Потому что, если мы говорим о банальном бизнесе перевозчика, да, и о костах, которые есть там, вот то, о чем я начал говорить, про финансовые инструменты, то там можно добиться улучшений, можно добиться экономии. Но это не порядковое улучшение. Порядковое улучшение будет тогда, когда, скажем так, по отношению к польскому перевозчику, отправитель или получатель будет понимать, что россиянин отвезет быстрее, россиянин отвезет без рисков, россиянин выпустит груз для России, да, то есть он окажет таможенный сервис более дешевый, чем поляк, да, или литовец, да. И, соответственно, все это будет в рамках одной цепочки. Оказано клиенту, и клиент на выходе по щелчку получит свои палеты. Просто он будет получать tracking number, и все, а его больше ничего не запутят. Вот к этому надо идти, и мы стараемся оказывать такой сервис, чтобы вы не знали даже о том, как это происходит. Но это наша стратегия, да, выживать. Потому что если мы говорим о, как у меня есть там один знакомый, да, говорит, тупой бизнес-перевозчик, да, он монотонный, он изо дня в день, да, и, как я сказал, там нельзя совершить прыжка, потому что там есть активы, есть транспорт, который, ну, он не летает и не прыгает. Он ездит по этим дорогам. Поэтому улучшение... А, кстати, вот, а как сказывается качество наших дорог на вашу себестоимость? Грузовики часто летят? Совершенно четкая статистика. На самом деле, я бы не сказал, что ситуация клиническая, да. Мы вот, например, в прошлом году делали перевозку из Штутгарта на остров Русский. Рядом с Владивостоком мы везли порядка 20 томографов. Это все происходило конвоем, то есть эти машины шли вместе через всю страну. Мы записали на видеорегистратор, как выглядят наши дороги. Ну, есть, конечно, места, где она есть на карте, эта дорога, но там нет покрытия, да. Но, в принципе, я могу сказать, что ситуация такова, что доехать можно у нас ранее везде. Это неправда, что нельзя доехать. Доехать можно. Мы вкладываем большие деньги, на самом деле, в амортизацию техники, в ее обслуживание. У нас есть статистика по каждой марке, но я могу сказать, что обслуживание грузовика, если ты этим занимаешься, да, обходится в месяц в нашей стране от 12 до 25 тысяч рублей. В месяц? Да. Это со всем ремонтом, совсем? Ну, это ремонты, это какие-то, скажем, замены резины своевременные. На Западе, в Европе? Вы знаете, в Европе эта цифра редко превышает сумму в 300 евро. В месяц? В месяц. Вот мы работаем с нашим партнером, но при этом на Западе и ставки, если у нас ставка это 20 рублей километр, это 0,5 евро, да, 50 евро центов, то никакой уважающий себя голландский или немецкий перевозчик дешевле, чем за 1,5-2 евро, вообще не поедет никуда. То есть, в принципе, вы могли бы спокойно демпинговать Европе и захватывать рынок, если были бы созданы условия? Могли бы, да, могли бы, однозначно. Ну, а посмотрите, чем занимаются наши соседи, ведь Лукашенко и белорусы, как нация, да, они же в этом плане преуспели, и сейчас, если вы поедете от Смоленска в сторону Европы, вы там, я вот ездил на прошлой неделе, считал просто, да, из 10 грузовиков два отечественных, один-два поляка, остальное белорусы. Ну, у них и дороги несколько иного качества. Ну, Белоруссия, да, Белоруссия в этом плане местный вопрос решила, но там есть стратегия, там есть политика государства, направленная на поддержку белорусских перевозчиков. Ну, у них просто нет, у них нет нефти и газа, грубо говоря, им приходится выживать. Ну, я надеюсь, что и когда-то и мы придем к тому, что мы можем зарабатывать деньги не только нефтью. Она для этого должна сильно упасть. Не хотелось бы об этом думать. А скажите, вот почему вы везли на Остов Русский машинами томографи, томограф? А там была такая ситуация, что это оборудование для новой клиники было, и ситуация была такова, что условия поставки, было использование пневмоподвески. То есть нельзя было перегружать. А, понятно. То есть это было очень дорогое оборудование, даже мы часто ввозим томографу для клиники Сеченова, в Дизге, например. Поэтому здесь был эксклюзив реально. У нас есть телефонный звонок. Артем, добрый день. Здравствуйте, Тепан Геннадьевич. Здравствуйте. У меня такой вопрос к гостю. Насколько эффективно работает механизм страхования на транспорте? И второй вопрос. Какова сейчас обстановка с рэкетирами? Я знаю, Челябинск раньше у нас был последним таким центром, где все это еще до сих пор существует. Сейчас, не знаю, пару лет уже не занимаюсь тематикой. Спасибо. Ну, со страхованием ситуация адекватная. Есть, во-первых, те общепринятые, если мы говорим о международных перевозках, есть общепринятые гарантии СМР-конвенции, КДПГ, есть лимиты гарантии, которые есть по этой конвенции. Есть дополнительное страхование ответственности и страхование груза. В общем-то, ставки вы можете страховать как отдельную перевозку, так и свою деятельность за месяц. Ну, то есть, инструменты достаточно гибкие. Не берусь рассуждать насчет стоимости страховки, но здесь как раз я не вижу большого разрыва с Европой. В общем-то, вы всегда можете решить. Либо остаться в рамках СМР-конвенции, либо застраховаться дополнительно. Поэтому, по поводу страхования, ну, моя рекомендация, дорогую игру страхуйте. В общем, что-то можно еще сказать. А второй вопрос... Ну, наверное, имеется в виду не рэкет, а захват. А, я даже, честно говоря, ну, насчет Челябинска, это интересный город. Там суровые челябинские мужики живут. Действительно, да, надо быть, надо там жить, чтобы... Ну, я вам просто приведу примеры. Я бы назвал даже название компании. Это одна из самых крупных, наверное, было в свое время переводчиков готовых машин. У них была политика такая. Они в 90-е начали одними из первых, да. И была политика, когда в тарифе была заложена стоимость охраны траков. И тариф, он по тем временам был очень-очень серьезный такой. Вот. Ситуация постепенно начала меняться, да. То есть сейчас в стране у нас с ружьем, там, за деревом никто не стоит. И безопасность грузов, она... Мошенники, они есть, да. Но сказать, что у нас надо траки охранять с танками, ну... Вопрос в экономике. Это можно делать, но вот только зачем. Понятно. А вот давайте все-таки вернемся к нашим замечательным таможенникам. Как вы думаете, насколько вырастет стоимость перевозки в процентах? Из-за их решения. Ну, смотрите, здесь, опять же, очень сложно рассуждать на тему ответных мер в Европе. Да, да, здесь это просто риски. То есть здесь от нуля и до, да, там, штрафстоянки и все прочие вещи в Европе стоят не так, как у нас. И таможенники там не выпускают на границе за тысячу рублей фура обратная. Да, поэтому, если там встанем и должны будем что-то заплатить, соответственно, мы заплатим. Что касается... Что касается... Леонид, вынужден вас снова прервать. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Леонид Шляпников, генеральный директор софтрансавтоэкспедиции. И обсуждаем мы предполагаемое решение ФТС, которое должно вступить в силу с 14 августа, а именно отмена книжек ТИР и переход на внутреннее обеспечение от ВГУПа Ростэк, как говорится. Но, Леонид, а какой-то чистый вопрос, может быть, такой по бизнесу. Вот вы сейчас находитесь, насколько я понимаю, в таком состоянии некоторой неопределенности, да? Вы не знаете, какие правила, что нужно, какие бумажки заполнять, сколько это будет стоить. Мы не знаем, сколько это будет стоить, да. А как вы вот хеджируете свою выручку, например? Ой, здесь... Потому что ведь может сложиться ситуация, что вы декларируете одну стоимость перевозки, а все вырастет, и вы что, будете в минус работать какое-то время? Однозначно есть такая традиция хорошая, перекладывать на плечи конечного потребителя конечную стоимость. Это произойдет именно так, да. То есть, мы вот с вами говорили, что здесь интересные будут метаморфозы происходить. Вот есть же стоимость фрахта, да, по доставке, есть стоимость груза. Бывает, что вот у меня, например, один из наших там ключевых проектов – это перевозка стекла. Часто перевозка, перемещение стекла из Европы в Россию – это достаточно дешевая стоимость, да. То есть, там бывает груз, не знаю, там 300-500... Ну, 300 нет, но 500 тысяч рублей стоимость груза, да. Соответственно, при стоимости перевозки, там, не знаю, в 4 тысячи евро, да, в 3,5 тысячи евро. Если мы сюда на каждый метр этого стекла добавим уважаемый сбор, да, вот этот замечательный, который обсуждается, и повезем мы его, допустим, в Екатеринбург и заплатим еще тысячу евро, то, соответственно... В процентном отношении. В процентном отношении будет сумма очень значительная, да. Если мы говорим о грузах стоимостью, там, не знаю, в 3, в 5, в 10, в 20 миллионов рублей в машине, то эти цены будут незначительными, да. Там есть другие допсборы, вот. Поэтому вот такие метаморфозы, они будут происходить, и, как я сказал, предугадать, да, на каком рынке, и как это скажется, может только специалист в этой области, наверное, там в стекле. Ну, а вот часто, ведь вы же сейчас заключаете уже контракт на перевозку. Какой ценник вы там ставите? Ну, смотрите, у нас просто ситуация такова, что мы таможенный перевозчик, и у нас есть гарантии таможенного перевозчика. Не все предприятия группы — это таможенные перевозчики, и, безусловно, мы уже сейчас начали готовиться к этому. А что значит таможенный перевозчик? Это значит, что нам не требуется дополнительная гарантия ни со стороны Ростека, ни кого-либо еще. Мы включены с ФТСом в реестр таможенных перевозчиков, и у нас есть лимит ответственности и банковская гарантия, которая... То есть в режиме таможенного транзита нам не требуется, и не требовалось дополнительных гарантий. Мы сами выступаем гарантом по этой перевозке. Вот, но этих перевозчиков немного, и, вернее, их мало, да, и, соответственно, ситуация — это достаточно затратный процесс. Стать таможенным перевозчиком и долгосрочный. Поэтому в основном... То есть вас это вообще никак не коснется? В смысле тарифов и сборов? Ну, в софт-трансавтоэкспедицию это не коснется. Ага. Остальные предприятия группы это коснется, и мы начали к этому готовиться, но мы начали к этому готовиться пять лет назад, когда мы начали проводить изменения и поняли, что происходит с международными перевозками, и увидели конкуренцию со стороны поляков в Восточной Европе. В принципе, наши учредители приняли абсолютно правильный подход. Мы хеджируемся за счет изменения портфеля. Мы сейчас 40% бизнеса софт-трансавто — это перевозки по России. Это дополнительные сервисы, это работают наши брокерские лицензии, наши склады. И если мы говорим об августе, мы уже все обсудили. И Южный регион, и Центральная Европа, и Восточная Европа, и Скандинавия. Мы уже однозначно понимаем, сколько фур будет испытывать проблемы, и где мы будем испытывать проблемы. И, безусловно, мы разговариваем с клиентами. Единственная проблема, что мы сейчас не можем четко понимать цифры, к сожалению, по этим контрактам. Но мы со всеми переговорили, и где-то мы отказались в пользу российских перевозок, которые, слава богу, по нашим хорошим контрактам долгосрочным нет колебаний, нет флуктуации. Поэтому я думаю, что мы успешно преодолеем этот период. Но таких же, как вы, мало людей? Ну, смотрите, вы спрашивали маленький-большой, да? Вот у нас достаточно много предприятий с нами работает, потому что у нас есть хорошие контракты, и мы даем работу. Мы не экспедитор, как это принято на рынке, с телефоном и стулом. Мы, компания с активами, мы готовы отвечать и платим перевозчикам. Поэтому с нами работают с удовольствием мелкие и средние, да, там разные компании под нашим флагом. Вот, поэтому, ну, смотрите, ситуация какая. Вот, например, у меня есть в Клину партнер, у которого сейчас 13 машин, да. Из них 7 работают на России, там 6 работают на направлении Финляндии. Ничего с ним не случится завтра, если он постоит месяц. Месяц просто без перевоза? Да. Он просто отправит домой водителей, заплатит им какие-то деньги. Вот, они займутся огородами, вот, детьми, дачами. Но эти же 13 машин не перевезут определенное количество импорта? Или это место будет тут же заполнено? Это место будет заполнено поляками с белорусами, вот. Здесь вопрос в чем? Просто вот отношение маленького перевозчика, ему не надо лизинг платить. Он может себе позволить позаниматься дачей, как я сказал, и отпустить всех домой. Мы перевозчик от 50 машин, мы вот, например, воспринимаем предприятие как транспортное предприятие от 50 машин. Соответственно, у вас в любом случае, как бы вы модель не строили, будет соотношение лизингового собственного парка. Минимум, там, 30-40% будет в вашем бизнесе, если вы хотите расти. Соответственно, мы просто не можем остановиться, наш маховик должен крутиться постоянно. Вот, радиослушатель, кстати, задает вопрос с такой, ну, не любопытно, нормальный, естественно, вопрос. Александр спрашивает, а какие зарплаты у ваших водителей, если не секрет? Вообще легко могу ответить на вопрос. Опять же, вот эту программу мы запустили 3 года назад. Программа называется «Как работал, так и заработал». У нас были ограничения 3 года назад. Зарплата в среднем составляла водительный международник 50 тысяч рублей, 45 тысяч рублей. За последние 3 года мы изменили, то есть здесь же от управления зависит. Мы сделали ставку не на спотовые контракты, не на одну ставку в квартал, да, а краткосрочную, а на долгосрочные отношения с клиентом, когда у тебя есть объем работы. Это нам позволяет прогнозировать, строить, да, там, планировать, распределять машины по направлениям. Сейчас зарплата, я могу с уверенностью сказать, что это не просто рыночная, это хорошая рыночная цифра. Мы платим 60-70 тысяч рублей на руки водителям. Да, он должен, каждый уважаемый водитель автопоезда должен у нас потрудиться, то есть, ну, это не, он не должен сидеть в гараже, но это нормальные пробеги, там, по 9,5-11 тысяч километров, вот, поэтому. Я так сравниваю, в Штатах дальнобойщики в год получают 100-120 тысяч долларов, между прочим, в год. Ну, уровень жизни совершенно разный, но я вам скажу, что поляки с литовцами, ближе к Литве все-таки, там тоже на сегодняшний день зарплаты составляют порядка 70-80 тысяч рублей. Ну, то есть, примерно, но уровень жизни... А вот как аэрофлот, например, гастарбайтеры вам не нужны? Им нужны пилоты, вам водители не нужны? Вы знаете, у нас ситуация, слава богу, такова, что мы сохранили, сохранили тот состав, который я не рекламую, просто говорю, как есть, да, и нам не надо ни украинцев, ни белорусов, потому что у меня трудятся люди, которые работают в компании 10, 7, 5, 15 лет, да, вот. Просто сейчас мы изменили условия, и, знаете, у нас ротация, она минимальная, ну, реально, то есть, там, за полгода, может быть, из состава, там, вот, на моей колонне, там, 120 человек, если, там, 3-4 заявления, я увижу, да, ну, это, как бы, обычно связано с семейными какими-то делами. У нас из телефона звонок, Герман, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Я хотел бы задать вопрос. Меня слышно, да? Да, да, хорошо слышно. Да, меня слышно. Вы очень хорошая передача, я хотел бы сказать, спасибо вашему гостю, да. Вопрос такой, вы же понимаете, что безопасность превыше всего не только для груза, но и для окружающих, для всего остального, правильно? А безопасность – это стоимость перевозов. Ну, если стоимость хорошая, значит, и тратится человек и на резину, и на хорошего водителя, и на хорошее обслуживание. У меня к вам вопрос такой. Как вы смотрите на то, чтобы вернуть обратно государственные расценки за тонн на километр, из них, из которых уже нельзя будет опуститься? Вы хотите помочь Кипру? Нет, я Кипру не хочу помочь, я хочу помочь перевозчикам, чтобы они знали, за что они работают, а не то, чтобы их некоторые экспедиторы сталкивали лбами. Ваш гость прекрасно знает об этом. Да, у нас экспедиторы на рынке – это замечательные люди, мы их все любим. Как говорится, хорошего человека экспедиторам не назовут. Ну, немного не согласен, экспедиторы берут на себя те грузы, те, которые обычной компании не могут справиться. У нас много перевозок малотоннажных, много перевозок мелких, много перевозок сборных, да, нужно всем дать работу. Но чтобы государство устаканило, то на километр при такой плотности груза, например, стоит столько-то. Все, и ниже этого опуститься нельзя. Как в Европе, вы не повезете по лес, там еще ли определенная стоимость, а вас никто просто это не возьмет. Ну да. Ну, Герман, вам спасибо за отличный вопрос, на самом деле. Тут есть еще один такой нюанс, я вам скажу просто, вот я общаюсь с людьми из Минтранса, там из остальных организаций. Да, да. Ну, просто такой статистики у нас нет, ее никто не считает. Я надеюсь, что когда-то мы придем к тому, что рынок у нас будет такой же, как Германия, и действительно никто не поедет и не повезет дешевле дешевого груза. Просто директивно регулировать это, наверное, не получится в современных условиях. У нас демократия в стране, но я думаю, что государство должно прилагать к этому усилия. Создавать условия, чтобы были какие-то минимальные тарифы на рынке, действительно. Не, ну и тарифы же, насколько я понимаю, они же снизу ограничены просто себестоимостью перевозки. Безусловно, да. Но здесь вопрос в том, что сейчас часто перевозчик работает ниже себестоимости. Ну, чтобы оставаться на плаву. Надежде на завтрашнее будущее? Не быть банкротом, да. Кто-то верит в мечту. А, все еще верит, да? Долгие годы высоких нефтяных цен никому ничего не научили, получается, да? Нет, ну кого-то научили, мы с вами видим, как другие индустрии развиваются. Наверное, более интересные. Наша индустрия, она в масле, в грязи, там где-то с гайками, наверное, она не очень интересна. Но я могу сказать, что я отвечаю за тех людей, которые у нас работают. Спасибо большое, Леонид. У нас в гостях был Леонид Шляпников, генеральный директор софтрансавтоэкспедиции. На этом у нас все. Удачи!